Салям алейкум, здравствуйте! Сегодня уже третье число, 3 ноября 2020 года. Сегодня, после того, как в 9 часов вечера я вместе с своими братьями, выехав с Октябрьского, нас сразу же на трассе остановил машиной ГАИ и начал проверять документы. После 20-минутного ожидания и составления двух протоколов, нас все-таки же отпустили, мы продолжили свой путь на Ростов, где сегодня в 10 часов утра будет вынесен приговор, так называемой Красногвардейской группе. Так вот, после того, как мы выехали с Октябрьского по пути на трассе Таврида, нас остановила еще раз машина ДПС, и после многочисленных проверок они все-таки нас отпустили. И после того, как мы прибыли на мост, мы уже здесь видели больше 15 машин, и на данный момент мы видим, что здесь больше 100 человек находятся, и неизвестно, по каким причинам их остановили, и неизвестно, сколько еще будут держать. Все ждут, у всех забрали документы, и сами мы ждем, и неизвестно, что нас ожидает дальше, и что будет после этого. Напомню, что завтра, то есть уже сегодня в 10 часов утра в Южном окружном военном суде будет вынесен приговор, так называемой Красногвардейской группе из Бутахрир. Мы видим, да, как много людей здесь собралось на данный момент, и по непонятным причинам до сих пор держат и никого не отпускают. Очень много легковых машин, наверное, уже больше 20. Чувствовал, что вот так будет, да? А у меня какие-то, да, с вами не надо. Отойдем, спросим. Салам алейкум. Салам алейкум. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Мы вот ехали на суд в Ростов поддержать своих братьев, крымских катар, мусульман, у которых сегодня проходит суд. Нас остановили уже, не знаю, где-то, наверное, больше часа мы стоим. И вот дальше как бы ничего не говорят, забрали паспорта. Вообще не в понятках находимся. Напомню, что нас удерживают и задержали здесь по непонятным нам причинам. И неизвестно, сколько будут еще задерживать, и многие машины уже разворачиваются обратно. Ассалам алейкум. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сафиров Римзи. Скажите, что здесь происходит? Очень много людей, те стоят, ждут, непонятно чего. Ну, я уже давал комментарии по этому поводу. Та же самая причина. Как нам стало известно, что все практически машины, которые направляются в город Ростов, на завтрашнее мероприятие, завтра будет оглашен приговор красногвардейской группе, Эмирусиевну Рустему, Абдулганиеву Эскендеру и Арсену Абхаирову. Эти три человека, крымские татары-мусульмане, огульно были обвинены полтора года назад по надуманным обвинениям. Им инкерминируют статью о терроризме. И, соответственно, мы не можем остаться в стороне. И все направляемся... Завтра хотели присутствовать на заседании, поддержать, оказать солидарность им. И этим самым выразить свое мнение о том, что мы не согласны с этими обвинениями, что это ложь. Неоднократно проводили опросы у их знакомых, близких, и все они о них отзывались только хорошо. Соответственно, мы говорим то же самое, и мы ни в коем случае не позволим этой ситуации остаться без ведома для общественности. И вот сегодня все те, кого задерживают, им предлагается вернуться обратно. И водитель автобуса, с которым мы едем, ему говорят, вернись обратно, иначе будет штраф порядка 200 тысяч рублей. Если он вернется обратно, то есть не пересечет границу через мост, то ему как бы простят, якобы такая, скажем так, в кавычках, милость от них, простят этот штраф, который он как будто якобы нарушил какие-то определенные нормативы по перемещению транспортного средства. И еще ему угрожают, что у него заберут лицензию. Я понял. Аллаха Золсон. Напомню, что сейчас мы находимся на Керченском мосту, где на данный момент собралось очень много людей. Собралось очень много людей и удерживают по непонятным причинам. Напомню, что сегодня в 10 часов в Ростове-на-Дону будет вынесен приговор Южным окружным военным судом так называемой красногвардейской группе Хизбут-Тахрир. Сегодня они выступили с последним словом, а завтра уже будет выноситься приговор. Мы видим, да, как Джинаван собрался и непонятно, чего нам ожидать. Очень много людей, более 100 человек. Люди уже согреваются чаем, потому что неизвестно, насколько это задержится. Уже более, наверное, 25 машин собралось. Забрали документы, якобы на проверку. И до сих пор не возвращая, тем самым пытаясь задержать тех людей, которые преодолевают расстояние больше 600 километров, для того, чтобы просто поддержать своих соотечественников. многие автобусы уже разворачиваются, дабы просто не оплачивать штрафы. Сейчас поинтересуемся. Салам алейкум. Салам алейкум. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Ехали на суд поддержать наших братьев, остановили вот нас перед въездом на мост, забрали паспорта, мы тоже что-то отдали их так легко. И вот стоим уже больше полчаса. Никаких известей стоим. Надеемся, что отпустят. Ну, я думаю, что очередной раз, как говорится, это не притеснение в этом справедливом государстве крымских татар. потому что я вижу, что люди русской национальности останавливаются на 5 минут и их отпускают дальше. А мы все здесь знакомы и, в принципе, все здесь стоим. Я думаю, это препятствие активной позиции крымских татар. Нас пытаются сделать пассивными, чтобы мы не ездили на суды, никуда не выезжали, вот так торчали часами. Ну, иншаллах, это все. Я думаю, пройдем с помощью Аллаха. Аллах Азо, напомню, что после того, как крымские татары, крымские мусульмане захотели поехать поддержать своих соотечественников на посту ГАИ на мосту, очень остановили много машин и не пропускать дальше, забрав документы, люди даже не знают, отпустят их или не отпустят. Сейчас возьмем комментарий, еще один. Ассалам аликум. Аликум ассалам. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Ну, мы ехали, получается, в суд, чтобы поддержать наших соотечественников. Нас по пути остановили, здесь тормозят практически все машины, все, кто едут из Крыма. И удерживают, то есть не объясняя ни причин, ничего. То есть задержали безосновательно. Ну, я думаю, что это попрепятствовать, воспрепятствовать, да, попаданию на суд просто и все. То есть другой причины я не вижу. Я понял. Ваха Зосин. С вами была Крымская Солиданность в прямом эфире. Мы будем информировать вас о дальнейших событиях.